Здравствуйте, друзья! Как всегда, по вторникам мы рассказываем историю молодого бизнеса. У нас в гостях гендиректор КБ технологии кино Андрей Кузнецов. Здравствуйте! Здравствуйте! Действительно молодой бизнес? Ну, относительно два года. Два с половиной. Это много или мало? Все зависит от бизнеса. Все зависит от успехов, от ожидания, от целей, которые ставили на два года. От, ну, наверное, вот, зависит от многих факторов. Кому-то успевает, кто-то успевает за два года развиться и, соответственно, понять, достиг он чего-то или нет. А кто-то и за пять лет не успевает, и, соответственно, для него этого времени было мало. Чем занимается КБ технологии кино? Сама компания вообще задумалась как производитель аттракционов. То есть мы сами проектируем, точнее, придумываем, проектируем, производим и продаем аттракционы. Детские? Ну, их можно условно назвать детские. Начинали мы с 5D-кинотеатров. Это маломестный кинотеатр, который имитирует движение, движение ями, то, что происходит на экране. Вот. Теперь мы немножечко дальше углубились и производим симуляторы, симуляторы движения. Вот первым симулятором у нас был симулятор автогонок. Сейчас мы выпустили симулятор авиаполета. Ух ты. Да, очень интересная штука. Жалко, конечно, что очень тяжело пока продвигается. Мы первые на российском рынке производители, потому что в том числе и разработчики. И, ну, вот сейчас патентуем свои изобретения. И очень интересно, очень людям нравится, очень неожиданно. Хотя в мире такие вещи есть, но они в единичных экземплярах, потому что делаются либо под заказ кому-то вот непосредственно, да, либо в каких-то закрытых зонах. А чем то, что вы производите, отличается от, ну, таких вот, ты приходишь там в какой-нибудь зал игровых автоматов, там есть какие-то эти стрелялки, каталки, даже какие-то капсулы, в которые можно залезть и там покататься на чем-то тоже с этими ощущениями там 3D-шными. Ну, вот смотрите, мы отличаемся реалистичностью, да, то есть наш аппарат, наше оборудование, оно на основе программы, которая в него заложена, настолько правильное, настолько четко повторяет движение автомобиля и то вообще, что происходит на дороге. Если мы говорим об автосимуляторе, то это просто людей в шок повергает, когда они вылазят и говорят, я похудел килограмм, ой, там, грамм на 300, там, за 3 минуты поездки, потому что я просто вспотел. Детям нравится, потому что это действительно ты управляешь, ну, по сути, через, ну, там, 2 минуты ты уже привыкаешь, и тебе не кажется, что ты на симуляторе. Тебе кажется, что ты в реальном автомобиле, и ты даже боишься удара, там, боишься прикосновения с соседней машиной. То есть это очень приближено к реальности. Ничего себе. Это, наверное, довольно дорогие игрушки. Да, это игрушки, ну, скажем так, не из дешевых и предназначены не для того, чтобы ставить их дома, хотя у нас тоже такие покупатели есть, которые у себя дома устанавливали. Вот, игрушки, как вы сказали, предназначены для того, чтобы зарабатывать на них деньги, и это у большого количества людей с очень большим эффектом получается. Сколько стоит один такой прибор? Порядка миллиона рублей. Рублей. А сколько времени и денег уходит на его разработку и создание? Все зависит, опять же, от прибора. Если симулятор движения на автомобиле мы разрабатывали порядка четырех месяцев, то симулятор движения на самолет мы разрабатывали порядка восьми месяцев. Потому что, скажем так, идею достаточно сложно реализовать во что-то материальное. А если это материальное зависит не только от железа, металла, резины и всего остального, а еще и плюсом сюда программное обеспечение, то все это накладывается на временные промежутки. Тем более мы понимаем, что, ну, к сожалению, приходится идти методом проб ошибок, сталкиваясь с какой-то проблемой, не понимаешь порой, как ее решать, потому что нет опыта создания в России подобных аттракционов. Ну, вот это удивительно, что вы в нашем обществе потребления, когда проще всего что-нибудь купить и где-нибудь перепродать, открыв интернет-магазин, занялись настолько сложным бизнесом. Как так получилось, что вы сразу стали не перепродавать чье-то чужое, а создавать свое, еще и такой сложный продукт? Вы знаете, когда пошла эра 5D кинотеатров, мы поняли, что эта ниша еще не занята в России, а если и занята, то не настолько, чтобы быть полностью эффективной в своей категории. Поэтому, когда была идея создания 5D кинотеатра, мы, конечно, изучали рынок, мы, конечно, понимали, что происходит с конкурентами, потому что производителей было много, но производили они мало. Ну, там, по сути, штучными товарами. Производители были белорусы, производители были тверские ребята, ребята из Питера. А как же китайцы и тайваньцы всякие? Вы знаете, у нас китайского вот такого, наверное, очень мало на рынке. Серьезно? Да. То есть вот эти все симуляторы, которые мы имеем, это мы сами и производим в России? Какие? Ну, вот, там, не знаю. Которые стоят? Нет. Sega, это все самое распространенное, конечно же, Китай. Китай, чем интересен Китай? Китай интересен тем, что он, увидев идею, увидев разработку, тут же реализует ее в жизнь. Самыми простыми и дешевыми способами. Самыми простыми и дешевыми способами. Соответственно, из-за этого появляется такая категория продукта, как дешевая подделка, ну, или там, дешевая альтернатива, и люди начинают ее покупать. А так как еще не было такого, поэтому китайского, ну, здесь мало. Хотя вот 5D кинотеатры сейчас китайские уже идут, хотя качество и хорошее, но все-таки техническое обслуживание, а это достаточно сложная установка, понимаете, да, вот китайцы не обеспечивают. Поэтому наш российский потребитель, ну, как бы, опасается брать то, что через год, может быть, придет в негодность и понимая, что китайское... Не поддержит. Не поддержит и не исправит. А давайте все-таки определимся и напомним, ну, мне, например, и нашему слушателю, в чем заключается 5D кинотеатр. То есть у тебя есть не только 3D изображение, у тебя кресло двигается. Значит, смотрите, 5D кинотеатр – это, скажем так, комплекс ощущений, которые воздействуют на человека. Первое – это 3D изображение, да, как сказали, воздействует на органы зрения, да. И, соответственно, вы понимаете, вот в глубокой картинке вы. Второе – 4D, так называемый, да, это когда то, на чем вы сидите, кресло, платформа, несколько кресел, да, оно двигается в такт движения тому, что происходит на экране. Например, допустим, вы, ну, там, самый такой универсальный пример – это когда на американских горках вы наклоняетесь резко, резко падаете, резко взлетаете вверх, да. Платформа обеспечивает ощущение того, что все вы это проходите. Причем, соответственно, чем качественнее платформа, тем выше углы наклона, тем выше углы падения и, соответственно, взлета. Тем больше дух захватывает. Да, тем больше приходится глаза закрывать, называется. Вот, это так называемый 4D. Соответственно, индустрия не стоит на месте, и появилось 5D – это уже воздействие на органы осязания и обоняния в том числе, да. То есть мы добавляем сюда брызги воды, свет, вспышки молнии, мы добавляем сюда такие эффекты, как мышиные хвосты. Есть специально прописанные фильмы, которые, знаете, вот сюжет в том заключается, что вы идете там по какому-то там подвальному помещению, и вот, да, как будто под вами много-много этого. Паутина на лицо еще может быть? Нет, мы чисто теоретически это можно делать. Ну, там снег, огонь, мы все это делаем. Обалдеть. Мы иные пузыри. Запахи очень сложно. Чисто теоретически есть такая технология, которая позволяет запахи, но дело в том, что запах должен быть настолько кратковременным, что пока убрать его эффективно и быстро из зала достаточно проблематично. Поэтому вот в российских залах пока запахи не ставят, хотя технологии есть. Слушайте, ну вы открыли целый новый мир. Честно говоря, я ни разу не бывала в таком кинотеатре, и я не знала, что они существуют в России, потому что мои друзья, которые ездили в Таиланд или в Китай, с восторгом рассказывали о подобных опытах. Но я даже не подозревала, что, а, это есть у нас, и, б, мы сами это производим. Более того, мы не только сами производим, мы сами пишем фильмы. А фильмы для этих кинотеатров, они краткометражные. Ну, они краткометражные, потому что, когда вы сидите 4-7 минут, да, и вас вот в таком вот ритме, простите, колбасит, да, это один момент. Когда вы сидите уже полчаса, вам уже... Можно ушататься. Да, 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 вот это уже колбасит, уже надоедает. Поэтому фильмы тоже очень много у наших отечественных. Есть студии, которые пишут, есть студии, которые переводят эти потом фильмы в движение. То есть, это целый комплекс людей, которые работают только над одним, вот, по сути, проектом. Но это компьютерные фильмы. Конечно, конечно, конечно. Это в основном компьютерные мультики. Получается, что это фильм, в котором человек, сидящий в зале, является главным актером, главным героем. Нет, немножечко не так. Дело в том, что он не может управлять. Он всего лишь зритель, но присутствующий как будто бы на съемках, да, внутри, да, вот на съемках, на самих. Потому что сейчас вот делают интерактивные уже кинотеатры, в том числе, и мы разрабатываем интерактивный кинотеатр. Это когда зритель в том числе и управляет тем, что происходит на экране. То есть, он может направить условно те же, да, американские горки вагонетку, там, из трех выбранных путей в тот, который он хочет. Он, там, его соседи или, там, партнеры, напарники могут стрелять, убивать то, что летит над них. Если что-то не убили, там, врезается. Ну, то есть, это опять некое продвижение вперед. Это все есть, это все мы все делаем, все пишем. Мы вернемся после новостей на Финаме. Оставайтесь с нами. Это программа «Вдоле». В студии тут Ларсен и гендиректор КБ «Технологии кино» Андрей Кузнецов. Мне очень интересно, что мы сегодня говорим не просто о бизнесе, а именно о конструкторском бюро, да? Именно. И, конечно, вопрос, который первым приходит в голову, какое у вас образование? Как вы так глубоко погрузились в технологии? Вы знаете, если говорить о моем образовании, у меня юридическое, экономическое. Технического образования у меня нет, хотя тяга к технике у меня все равно есть. Я понимаю, что это такое, каким образом это происходит. Ведь самое главное – это организовать людей на реализацию той мысли, которую у вас есть, да? Соответственно, специально обученные люди, они всегда гораздо больше приносят пользы, чем человек, который знает во всем и вся. Поэтому в конструкторском бюро, конечно, присутствуют люди, именно конструкторы, именно идейники, которые готовы подать идею. Потом люди-конструкторы, которые готовы понять эту идею, понять, как ее реализовать. Люди, которые готовы начертить и, соответственно, понять, из каких материалов это делать и как это сделать. И потом донести это до производственников, которые поймут, как это сделать, сделают, попробуют. И после этого начинается тестирование первого аппарата. Какая же сложная цепочка. Вот интересно, от момента замысла до реализации, до конечной остановки сколько времени? Ну вот я говорю, мы реализовывали проект Flymotion, это вот авиасимулятор. А, то есть 8 месяцев это уже, ну как бы вот он готов, да? То есть вот придумали и готов. Да, хотя план был у нас 4 месяца. Вы работаете с партнером. Мы работаем с партнерами. У нас есть два учредителя, которые, соответственно, и являются идейными нашими, как бы так, толкателями в правильном направлении. Мы уже как бы реализаторы. Как вы набирали людей, где вы искали вот этих левшей, которые такой уникальный продукт могут качественно сделать? Вы знаете, сначала была эта команда идейных людей, которые просто вот объединились в результате какого-то жизненного стечения обстоятельств. Да, там был у нас достаточно хороший техник, который имеет конструкторское образование. Был у нас там я, был у нас там учредители, которые имели особенности и возможности реализовывать эту идею. И начали потихонечку идеи продвигать. По поводу работников, это камень преткновения, который, ну, наверное, не только мы с которым столкнулись. Потому что людей той категории, которая нам нужна, либо крайне мало, либо они крайне необразованы и получили только образование. И нет опыта. Ну, даже если у него есть опыт, у него нет квалификации. То есть он мог отсидеть там в конструкторском бюро, но когда ему там ставишь задачу какую-то, в том числе и на собеседование, он хорошо, если понимает, о чем речь. А то и бывает, и не понимает. Но бывают индивидуумы, которые приходят уже со своими идеями, в том числе и вот, которые мы сейчас будем использовать. У нас там конструктор, который у нас долгое время работает, вот, он очень интересную идею дал, которую мы даже не задумывались и сейчас, мы ее будем тоже реализовывать. Это план на следующий год. Но в итоге вам все равно же удалось эту команду собрать? Вы привозили людей откуда-то там из других регионов, может быть, даже из других стран? Да, нас из других стран не привозили. Задачи такой не было, наверное, по какой-то причине. В ближнем зарубежье могут быть тоже свои уникальные. Нет, 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 нет. Мы работали только с людьми, которые либо ранее были знакомы мне, либо учредителям. Это было, наверное, до конца позапрошлого года. То есть в самом начале вот мы там так именно работали. После этого процесс уже стал, скажем так, на хорошие нормальные ноги, и нам понадобились необходимые люди, и этих людей мы искали в основном через кадровое агентство. Но очень тяжело это проходило. Вы не представляете, насколько было собеседований на позицию конструктора, сколько было собеседований на позицию менеджера с знанием технического английского. Это просто фантастика. Тратили неделями на людей, вот просто на собеседование. Люди не устраивали, не устраивали, не устраивали, не устраивали. Продолжали искать, 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 искать. Ну и нашли. Это одна сторона медали. Другая сторона медали, это ведь наверняка продукция ваша производится из каких-то комплектующих. Программы пишутся на каких-то носителях. Это же все тоже, наверное, где-то надо вообще выискивать, находить, собирать по всему миру, я не знаю. Еще один камень предкновения. Да, к сожалению, российский рынок не готов обеспечить полностью тем, что нам необходимо. Вот констатируем факт. Поэтому часть оборудования, комплектующих, заказываем в Европе. Европа работает очень своеобразно. Летние каникулы для большинства стран Европы это... Четыре месяца. Каникулы. Да. Для них, ну там, условно, да, для Итарии, для того, чтобы получить оттуда гидравлическое оборудование, которое используется в 5D кинотеатрах, мы на оборудование, которое будем производить в августе, заказываем в феврале. Потому что понимаем, что если мы закажем его в апреле-майе, оно просто не придет, потому что там некому работать. У них каникулы. Да, у них еще зимние длинные каникулы. У них еще зимние длинные. Пойди-попойди. Да, 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 да. Поэтому, конечно, камень преткновения. Жалко, что мало в России производственных баз, которые готовы обеспечить всем те, что есть. Но могу сказать, мы потихонечку отходим все-таки от импортных, находим наших, либо закупаем оборудование и ставим собственное производство уже у себя. Вот вы все время говорите, закупаем, покупаем долгий процесс отбора людей, долгий процесс выхода на какие-то рельсы. Ради там одного продукта, который вы пока произвели, там есть идеи, но... А вот все то время, что вы набирали обороты, как вы жили, на какие деньги, от чего платилась зарплата, или это пока все шло в сплошные вложения? Нет, это были и вложения, были и продажи. В связи с тем, что... Предварительные, да? Да, предварительные продажи. То есть у нас, мы не продаем оборудование по факту, мы продаем оборудование, которое будем изготавливать. Да, соответственно, мы получаем некую предоплату, на эту предоплату производим оборудование, и после этого получаем вторую часть и отгружаем. Это, конечно же, там, первоначально нас спасало, но без финансовых вложений, конечно же, никуда нет, не деться, и учредители наши очень даже хорошо в этом плане помогали. А как вам удалось убедить учредителей в том, что это дело рентабельно и принесет им достойную прибыль? Как вам... Их не надо было убеждать, потому что они все это видели, это была их идея, вот, это была их, как бы так, цель, которую нужно было достичь в очень короткое время. А это люди, связанные с кинобизнесом как-то или нет? Нет, нет. Абсолютно нет. Совершенно вот просто романтики. Просто идейные люди. Ну, то есть вам повезло обойтись без кредитов? Да, нам повезло обойтись без кредитов, хотя в прошлом году была такая необходимость, но мы тоже ее перешагнули. Получается, что, в общем-то, вы не очень такой обычный стартап, потому что по какому-то либо удачному стечению обстоятельств, либо по вашим талантам общения с людьми, вы себе обеспечили изначально базу, которая не подразумевала ошибок в начале бизнеса. И действительно, так или же ошибки исправлялись путем, вот знаете, вот этого вот идейного энтузиазма, который люди просто-напросто могли исправить. Вот все, что угодно, все, что не происходило за счет того, что мы были там умны, сплочены и знали, куда идти, мы все это просто переходили, переступали. То есть вам удалось каких-то избежать болезней роста молодого бизнеса? Ну, я не знаю, каких-нибудь неприятных встреч налоговой или слишком каких-нибудь перевложений в офис, когда это не нужно, потом ухода в минус по зарплате? Такого ничего не случалось? Нет, ну, конечно же, случалось. Любой бизнес – это бизнес, да, и мы понимаем, что спрогнозировать, что будет в следующем месяце мы, конечно, можем, но прогноз может оправдаться только тогда, когда мы поймем, что этот промежуток уже прошел, и сказали, да, он оправдался. Есть категории, скажем так, временных промежутков, которые все-таки на сезонность влияют. И там летом чуть похуже, в январе опять чуть похуже. Мы понимаем, что там и выручка падает в январе, и летом выручка падает. Соответственно, мы понимаем, как эту выручку распределить, мы понимаем, как сделать так, чтобы люди работали. Мы все это понимаем. И, соответственно, от этого и зависит правильное планирование. Это правильная организация, скажем так, бизнеса, по сути. А сколько у вас человек в команде? Если мы говорим о всем производстве, вместе у нас, скажем так, два отдельных офиса, так, не офиса, да, две отдельных точки, да, есть офис продаж в Москве, и в нем, в этом офисе сидят конструкторы, по сути, там, юридический отдел, да, бухгалтерия, отдел продаж, отдел закупок, ну, и руководство. Там 32 человека. И есть производство, да, вместе с начальником производства это 37 человек. Ну, это достаточно крупная получается организация. Ну, это уже, да. Всем казалось, что в таком стиле сейчас вообще мало кто работает. Мы постоянно сталкиваемся с нашими гостями, наоборот, с таким настроением, что вот неизвестно, что будет завтра в стране, никто не готов долго ждать прибыли, никто не вкладывает длинные деньги, тем более никто не вкладывается в идею, и тем более никто не платит за энтузиазм. В чем секрет вашего вот примера такого совсем противоположного? Вы знаете, наверное, еще раз повторюсь, вот в энтузиазме даже может быть в неком непрофессионализме. То есть вы изначально не знали, во что вы вляпываетесь? Нет, мы знали, во что вляпываемся. Мы не понимали, как это сделать так, чтобы это было правильно. Поэтому шли всеми путями. Первый путь самый простой, да, взять деньги предзаказные и потом отгружать то, что необходимо по факту получения следующих. У нас по сути так и происходило. Мы изготавливали первые продукты порядка двух месяцев, соответственно, получали заказы, соответственно, производили продукт, писали программу. У нас успешно прошли первые отгрузки, после этого мы поняли, что мы это можем, после этого мы поняли для себя, что мы можем убедить людей, что нам можно давать деньги. Мы готовы были людей привозить на производство, показывать, что у нас есть. Мы готовы были привозить людей в офис на Арбате для того, чтобы показать, ребята, мы те люди, которым вы можете денег дать и, ну, конечно, переживать, потому что, когда денег отдал и ничего за это не получил, все переживают. Но не бояться, что деньги вам либо не вернутся, либо, соответственно, продукт вам до вас не дойдет. Такого не будет. И мы отгружали, мы отгружали, мы упирались, но отгружали. Просрочек практически не было. Сейчас вот есть небольшие просрочки, но это с обводом нового продукта, к сожалению, вот без этого никуда. Мы разговариваем с Андреем Кузнецовым, гендиректором КБ «Технологии кино», который производит уникальные симуляторы движения, которым нет аналогов в мире, и продолжим после новостей. Это программа «Вдоль», Андрей Кузнецов, гендиректор КБ «Технологии кино» у нас в студии. Компания начинала с оборудования для 5D кинотеатров, и в итоге... Самими 5D кинотеатрами. Самими 5D кинотеатрами, и в итоге пришла к производству уникального продукта. Мне даже как-то кажется, вот слово «симулятор», «тренажер», «аттракцион» как-то не отображает всей значимости того, что вы делаете. Пока на нем не прокатишься, пока его не увидишь в деле, это невозможно представить. Такой небольшой пример. Очень часто выставляемся на выставках, и если аппарат просто стоит, то есть если на нем никто не катается... А это капсула? Нет. Это частично капсула. Частично. Но только в симуляторе движения самолета. То есть закрывает вас немножечко. Не было цели сделать полностью капсулу. Это наш следующий продукт. Мы тоже его делаем. Будет он, скорее всего, в октябре-ноябре этого года. А в автомобиле, скорее, это как в кабриолете. По сути, да. То есть вы садитесь в автомобильное энергоемкое кресло, пристегиваетесь ремнями безопасности, нажимаете газ-тормоз, включаете необходимые кнопочки. У вас очки или наушники, или что? Нет, ничего. Это 3D-телевизор. 3D-телевизор с достаточно большой диагональю, позволяющей на коротком расстоянии все-таки смотреть в экран, не замечая то, что происходит по бокам. Но это тоже 5D-эффект? То есть тебе там ветер в лицо? Нет, мы ветер в лицо не стали делать, смысла нет, потому что, когда вы управляете автомобилем, 3D-эффект плюс эффект движения, а там эффект движения получается во всех плоскостях, получается, вам этого достаточно. Хотя идея такого, там, да, ветер, там, дождь, да, там, какая-то вода, еще что-то. Козявка об стекло какая-нибудь. В очки, да? Размазалась, да. Ну, наверное, да, кстати, идея, мы не думали об этом. Я ненавижу это, когда быстро едешь, и что-то все время шмякается, какие-то жуки. Да-да-да. Это очень эффект правдоподобия создает. Тогда согласен. Офис на Арбате. Вот это тоже. Очень часто, когда мы разговариваем с людьми, которые начинают бизнес, они говорят, я совершил большую ошибку, я снял слишком дорогой офис, хотя все равно мне приходилось выезжать к клиенту, и, в общем, этот офис содержать стоило мне львиную долю моих доходов. А вы сняли офис еще и в такой престижной точке Арбат, центр Москвы, дорогой. Скажем так, открою секрет, да, это наше не первое дело, которое мы начинаем вместе, да. И, соответственно, этот офис был в свое время офисом предыдущих идей, которые учредители реализовывали. К сожалению, я в них не принимал участие, но все-таки. Поэтому этот офис с давнишних времен принадлежит нам. Это все очень тянется давно с проекта Ростехэкспертизы, с проекта франчайзинговых систем. То есть вам он особо там по карману не ударил? Он, скажем так, он не был в нагрузку именно в тот момент, когда нужны были основные деньги. Потому что он был еще и офисом других компаний. Это сейчас мы вытеснили их, потому что и штат разросся, и необходимость в помещениях возросла. Да, соответственно, мы вытеснили другие компании. И вот он нам остался. Остался на очень интересных, ну, на очень хороших, выполненных условиях. Приятных условиях, да. Ну и, конечно, наверное, для компании, которая все-таки имеет дело с очень солидными клиентами, это важно, когда у тебя серьезный офис. Это как раз тот случай, когда важно в каких-то часах на какой-то машине приехать. Конечно, конечно. То есть все-таки вызываешь доверие сразу у людей. А все-таки ведь производить 5D кинотеатр, это был неплохим и прибыльным бизнесом. Откуда вообще возникла идея создания именно уникального проекта? Идея была из-за того, что один раз мы просто-напросто увидели, что человеку это требуется. И поняли, что человек не может найти... Некому конкретному клиенту. Да, именно некому конкретному клиенту. Причем нашему, который пришел в наши другие бизнесы. Ему нужен был 5D кинотеатр. Он был не россиянин. Ему нужен был 5D кинотеатр. Мы сказали, что сможем ему помочь. И когда столкнулись с тем, что мы помочь ему не сможем, только потому, что нет таких производителей, которые в достаточно короткое время произведут то, что нам необходимо, мы поняли, что эта ниша еще не занята. Ну и вот оно. И стали делать. Я так понимаю, что, ну опять же, вы какой-то уникальный бизнес, потому что с клиентской базой у вас тоже не возникло проблем. Вот найти... У нас когда-то был разговор с девушкой, которая смеху ради стала продавать английские телефонные будки и разместила просто это предложение в интернете, и они реально хохотали, держались за животиками. Когда к ним посыпались заказы, они обалдели, что, в общем, у человека есть потребности и в таком продукте. И очевидно, что и ваши уникальные предложения тоже должны были бы найти своего героя, но как? Каким способом? Ну, первое, конечно же, да, когда мы понимали, что все-таки это идея для бизнеса, наши продажники, ребята, которые работают в отделе продаж, они знали, куда обратиться с предложением нашего продукта. Потому что ведь что такое 5D кинотеатр? По сути, это комплект, который вам необходим только для того, чтобы зарабатывать деньги. Снимаете помещение, арендуете его, подготовите его под необходимые параметры, и, пожалуйста, ставьте кассу, запускаете людей под определенные условия. Все. То есть мы понимали, что это молодой начальный бизнес, да? Мы понимали, что люди, которые обращаются куда-то, в союз предпринимателей, в интернет за поиском, да, хочу открыть свое дело, там есть какие-то средства. То есть мы начали людей искать самостоятельно. У нас было это. Мы прошли через это и проходим сейчас. В том числе, да, там, я очень часто встречаюсь в союзе, там, хожу на встречу в союз предпринимателей России, вот, потому что я понимаю, что там перспектива. Мы ходили на форум молодых предпринимателей России, да, выставляли там наше оборудование. Людей очень сильно заинтересовало было это в университете Плеханово, вот. Вот очень сильно заинтересовало, потому что люди ни разу не видели аналогов. И хотя мы про, вот, вот сейчас, но в настоящее время, вот на настоящий момент мы порядка 140 отгрузили симуляторов движения на автомобиле, то есть 140 на Россию. Ну, там, пускай там порядка 15 не в России, да, но все-таки 140 в России это много. По миллиону за каждый. За каждый. Вот. Соответственно, мы четко понимаем, что люди не видели. Ничего подобного. Не видели, не понимают, что это такое. Не видели, как это действует. Потому что у людей первое, вот, было секундное замешательство вообще спросить, что это. Вот. Люди наслаждались. А когда садится эмоциональный человек, ну, как правило, у девушки более эмоционально, да, и когда движение автомобиля начинается под властному рулю, но руль крутить надо так, как в настоящем автомобиле, или вы вырезаетесь, и там, ваше кресло, по сути, выкидывает, ну, там, не выкидывает, да, делает имитацию то, что выкидывает вас из кресла, и глаза закрывали, и кричали, и говорили, выньте меня, пожалуйста, отсюда, потому что я не могу, не умею ездить, хотя есть у меня машина и так далее. Есть, наверное, возрастные ограничения. Да, конечно, есть возрастные ограничения, паспорт изделия ограничивает до 6 лет, но в принципе, в принципе, родители сами не сажают ребёнка до 6 лет, потому что когда он ещё не осознаёт, ему неинтересно. И конструкция оборудования устроена так, что ребёнок меньше 115 сантиметров не сможет управлять им. Не дотянется. Да, просто не дотянется до педалей. Но хорошо, получается, что вы придумали бизнес для бизнесменов, да, то есть человек, который хочет открыть своё дело, может купить действительно вашу уникальную эту штукенцию, поставить её, зарабатывать на ней деньги. Но ведь, опять, а с другой стороны, никто не знает даже, что это существует. Вы делали какие-то рекламные вложения, какую-то раскрутку, или достаточно было просто вот такого B2B-встречи? Нет, ну, конечно, нет, недостаточно. Нельзя никогда делать только односторонние какие-то вещи, да. Конечно, мы широко продвигаемся в интернете. У нас достаточно большое количество айтишников и SEO-оптимизаторов, которые продвигают нас в интернете. Мы... Наверное, можно вирусную рекламу какую-то делать в Ютьюбе. И вирусную рекламу, да, там вирусную в кавычках, конечно, да, делаем. Делаем многое, что там... И наш ролик вот 5D кинотеатров, когда... Я не помню, как он, к сожалению, называется. Когда мужчина настолько потрясен был тем, что происходит на экране, что забыл снять очки и выходит уже и ушел в очках. И за ним бежит, значит, оператор, мол, остановитесь, пожалуйста, очки-то отдайте. А он снимает очки и говорит, слушайте, Амир-то, оказывается, другой. То есть, ну, вот так вот. Вот. Соответственно, нельзя направление рекламы делать только в одном. Там надо охватывать все, надо встречаться, надо встречаться по разным направлениям. Где-то предпринимательство, где-то парки, да, какие-то. Есть побережье, где очень много этих аттракционов. Мы туда выходили. Есть развлекательные центры с развлекательными зонами. Есть там развлекательные какие-то там комплексы для детей, да, потому что мы понимаем, что это для детей. Ну, там, не совсем для детей, да, но мы понимаем, что с детьми всегда приходят родители. А если ребенок чем-то занят, то родитель тоже готов посмотреть, покататься, поиграться Потому что взрослые тоже дети Это да, я сейчас подумала, что что-то подобное вашему прекрасному продукту Можно было бы вообще в больших корпорациях закупать для каких-нибудь комнат отдыха Потому что когда у человека стресс, и он, не знаю, весь день на своем рабочем месте Решает какие-то глобальные вопросы, тоже неплохо было бы в какую-то другую реальность переключиться Вы знаете, мы когда на выставках участвуем, к нам приходят руководители каких-то интересных компаний Смотрят и говорят, да, стресс занимает действительно, особенно вот симулятор движения на самолете Очень сильно, потому что движение на самолете происходит в движении 360 градусов Причем в двух плоскостях То есть вас может вбок крутить на 360 и вверх тормашками на 360 градусов, да? Так называемый эффект тангаж и эффект бочка Ну это вот в самолетной терминологии Соответственно, когда человек оттуда влезает из этого кресла Он, ну скажем так, вот эти три минуты кажутся Ну там не три минуты, там пять минут Они кажутся ему настолько хорошим выбросом адреналина, страха и всего вот этого Вот то, что в нем накопилось, что он просто опускает плечи У него глаза даже становятся такими, знаете, добрыми, такими хорошими, правильно смотрящими вот на людей Он другой, он меняется человеку в этого лица Нервная система как-то перезагружается Конечно, конечно, а если представьте, вот вы на самолете летите, вас, не дай бог, еще сбили И вам придется в землю воткнуться, да? Ведь такой эффект Ну конечно, ведь эффект самолета, он сопровождает сам полет до момента соприкосновения с землей То есть вы летите, земля приближается, приближается, а это все в 3D-эффекте Приближается, приближается и тут падает И так И понеслась по новой Но это военный самолет, да? То есть ты можешь не только полетать, но еще и пострелять по врагу Конечно, конечно Программа Ил-2, штурмовик, в принципе, достаточно известная программа Это самолет времен Второй мировой войны И там, соответственно, самолеты противника, это самолеты немецкой армии Ага, то есть ты не можешь выбрать себе пока какой-нибудь Нет, вот, к сожалению, выбрать себе Если в автосимуляторе машину можно У нас был очень интересный случай Был заказ в Германию автосимулятора Автосимулятора, авиасимулятора И мы говорим, у нас программа установлена Ил-2, штурмовик Они такие, а что это такое? И мы им объясняем Говорят, а можно мы свою программу поставим? Вы что? И все равно продали? Ну, сейчас вот на стадии переговоров, потому что они много берут Берут большое количество Очень много заказов То есть вы уже и оптом продаете? Конечно, конечно У нас есть дистрибьюторы, которые очень хорошо работают В том числе и на Европу Дистрибьюторы у нас в Латвии, в Литве У нас есть дистрибьюторы, которые Вот сейчас мы заключаем дистрибьюторский договор с Америкой В Америке вообще не видели такого Вот не видели Казалось бы, да? Казалось бы Какие технологии развиты? Да Вот, соответственно, это пойдет хорошо Сейчас мы там все формальности юридически закончим Потому что у них очень своеобразное законодательство В плане сертификации данного продукта А так на Европу сертификаты мы все получили Дистрибьютор у нас работает Дистрибьютор у нас работает В Египте у нас есть свои дистрибьюторы В Арабских Эмиратах Ребята, которые тоже покупали у нас кинотеатры, они готовы Все это за два года вы вот свои щупальцы настолько широко разбросали по всему миру Ничего себе Ну вот смотрите, да Если мы говорим только об автосимуляторах Это там порядка 140 штук Если мы говорим о кинотеатрах Это, наверное, уже порядка 300 штук, которые мы произвели Конечно, люди, понимая, что бизнес может строиться Те покупатели, которые у нас покупают оборудование Понимают, что бизнес может строиться не только на том, что они у нас купили И, соответственно, используют И эксплуатируют это оборудование А ведь еще они могут купить Поставить у себя Кто-то к ним приходит, смотрит А ты где купил? Чего купил? И они продают, соответственно Посреднические Ну, дистрибьюторские услуги Вот это да Даже язык не поворачивается Назвать это стартапом Продолжим разговор после новостей на Финаме Вы слышите программу «Вдоль» И с нами сегодня гендиректор КБ «Технологии кино» Андрей Кузнецов И вся наша беседа говорит, что невозможное возможно Потому что, ну, даже осмыслить вообще Не то, чтобы подойти к такому бизнесу У большинства из молодых предпринимателей Ну, и нету ни смелости, ни желания Глаза стращают, руки делают Да, глаза боятся, руки делают Расскажите, пожалуйста, что, если это не секрет Какие дальше уникальные продукты Вы готовы разрабатывать и делать? Самолет есть, машина есть, самолет есть Дальше Нет, понимаете как? Машина есть, да? Не вопрос Самолет вроде тоже есть Но, конечно же, все подлежит модернизации Да, все подлежит изменению, улучшению Либо в сторону эффективности продажи Да, либо в сторону увеличения каких-то спецэффектов Либо, ну, разные направления есть Поэтому, в принципе, конечно, мы сейчас будем развивать Направление именно авиасимулятора Потому что идея создания полноценного какого-то аппарата Которая будет в реальности имитировать движение полета-самолета У нас сейчас есть Самолет и вертолета У нас сейчас есть, да? Мы сейчас ее тоже прорабатываем Будет это достаточно большое оборудование Только исключительно для парков-аттракционов Потому что необходима будет высота площадки Не менее 4,5 метров Соответственно, капсула будет подниматься На высоту 4,5 метра Ничего себе Вот Идея это есть, да? Идея реализации на следующий год Потому что она пока в плане идеи То есть это не просто будет симуляция А ты реально будешь отрываться от земли Это будет действительно симуляция полета на автомобиле На самолете Ой, господи, да, простите, конечно Самолет и вертолет На бэтмобиле тоже можно летать Не, но у нас некоторые на авиасимуляторе умудряются летать Когда вылетают с трассы и летят потом в пропасть какую-то Представляете? Машина еще показывает, что она летит красиво До момента, конечно, соприкосновения с землей Когда трясет, так что А на этих штуках ваших, вот на авиасимуляторах Или на автосимуляторах Можно реально научиться водить машину или самолет? Нет В образовательных целях это нельзя использовать? Нет, нет Она, в принципе, это игрушка Знаете, мы ее называем игрушкой Хотя у нас есть заказчики из Канады Которые, вот сейчас мы тоже с ними ведем переговоры Относительно того, чтобы поставить на них программу именно обучения То есть, сам принцип управления, он идентичен тому, что в самолете То есть, это и управление закрылками, управление хвостамбульным элементом Ну, в общем, все точно так же, как есть в самолете Вот, конечно же, нет там приборов, нет вот эти приборные доски Нет здесь всех датчиков, переключателей Всего этого нет Мы не ставили такую цель, потому что, ну, другое нам надо, да? А вот сейчас есть ребята, у которых своя летная школа в Канаде Они там ведут в достаточно большом количестве приобретение авиасимуляторов Но для того, чтобы им сделать это в качестве именно симулятора движения на самолете Обучающего Да, именно обучающего Они должны приобрести программу Вот они сейчас ищут программу, которая для них бы подошла Мы потом ее, соответственно, адаптируем на наше оборудование Очень, конечно, большая гордость вообще и какое-то такое чувство радости вызывает ваша история Потому что мы как-то приняли уже за данность, что у нас в России ничего такого уникального мы сделать сами не можем Что в мире все технологии ушли дальше, а мы только за ними плетемся Вы показываете пример того, что и здесь мы можем создавать уникальные продукты, востребованные во всем мире Даже в таких технологически развитых странах, как Канада, Китай, там, Соединенные Штаты Можем, люди есть, потенциалы есть Наверное, нет, скажем так, веры в то, что это возможно сделать И нет людей, которые готовы объединиться и рискнуть, и выиграть Но вы нашли таких людей? Ну мы нашли Знаете, мы сначала объединились, рискнули и выиграли Более того, опять же, вот вы говорите, невозможно найти людей, которые это будут делать Просто нету квалифицированных инженеров, конструкторов Очень тяжело Все у нас сейчас юристы, все у нас сейчас экономисты Сказал юрист и экономисты Да, и сынами, да, да, да Ну а вам пришлось, кстати, самому какое-то дополнительное образование получать, чтобы погрузиться в свое новое дело? Или как достаточно было получено? Было достаточно того, что у меня было наработано Да, я в свое время, когда еще был там молодым специалистом, у меня была станция своя техобслуживания Ух ты! То есть я к машинам привык, да, я привык к технике Я понимал, что это такое То есть мы ремонтировали, у меня достаточно большое количество людей было Правда, это было не здесь, в Саратовской области, да, откуда я родом Вот, но все-таки это было То есть к технике я отношусь на ты Руки растут откуда надо Откуда надо, сделай все, что необходимо Вот, поэтому дополнительное образование я не получал Хотя много слов, когда я только вот пришел, когда мы начали заниматься Много слов из терминологии, которыми общались там техники, конструкторы и и же с ними Для меня были просто фантастическими Но я не показывал вида, потом в интернете придешь, само образуешься, все нормально А с иностранными клиентами вам самому приходится переговоры вести? Да, да, да То есть пришлось еще и вот этот технический английский осваивать? Нет, к сожалению, через переводчика Не рискнул я Ну, правильно, не можешь, зачем тебе все дело самому, делегируя полномочия Конечно, конечно А вы говорили о том, что у вас случаются и частные клиенты Это какие-то богатые люди, которым уже там все в жизни попробовали И хочется новизны, или заботливые родители Которые хотят порадовать детишек Знаете, я только хотел сказать, да, есть и те, кто готовы для кого-то купить Но все-таки люди покупают для того, чтобы было Похвалиться перед гостями Да, для того, чтобы было Ну, условно, да, 5D кинотеатр Вот у каждого дома, наверное, есть домашний кинотеатр Да, там будет с видеопроектором Он будет проецировать на достаточно большой экран А это ты пришел, а у тебя 5D кинотеатр Да, пускай он не предназначен Аватар на нем не посмотришь Да, нет, посмотришь Будет в 3D хорошим изображением Вы будете сидеть в хороших креслах Но только кресла двигаться не будут Соответственно, эффекта не будет тех, которые нет Но все равно У меня же 5D кинотеатр То есть вот это было, конечно Присутствовать на нашем рынке Ну, то есть такая А, ну, получается, что человек покупает И, в принципе, как 5D почти не использует это Нет, использует Потому что люди все равно приходят К нему гости приходят Да, это Для того, чтобы установить 5D кинотеатр Немалая площадка-то нужна Да, там как минимум 20 квадратных метров-то надо Соответственно, если у вас есть такое помещение И помещение должно быть трехметровой высотой Вы должны его использовать Да, дети очень часто катаются Вот там Те, которые в гости приходят К одному клиенту Я сам выезжал для того, чтобы провести переговоры В его там дом Для того, чтобы посмотреть, где что Найти комнату подходящую В его большой площади Да, найти там место, куда можно его приспособить Вот И из разговора я понимал, что в принципе Это для того, чтобы занять детей В том числе и тех, которые приходят Это для того, чтобы перед людьми показать Что у тебя есть Это для того, чтобы самому иногда Всесть и понять, что Пошалить Да, что детство еще-то не ушло Оно же никуда не уходит Да, оно просто Мы его сами куда-то загоняем Но мы говорим о кинотеатре А ваш вот этот уникальный Аттракцион, симулятор Автосимулятор Мы уже продавали Автосимулятор Мы продали, но еще пока, к сожалению, не отгрузили Человек, который купил именно для себя Автосимулятор, да, покупают Прям для себя взрослые люди Которые готовы Продолжать идею Сеги Идею вот этих вот автогонок компьютерных Помните, да Которые сначала с пультика Потом с джойстика Потом с джойстика с рулем Ну и так далее То есть это развитие именно автогонок Есть такие клиенты А в какой самое, не знаю В каком самом уникальном месте Вам приходилось устанавливать свое оборудование? Вы знаете, мы в принципе Как бы не очень часто выезжаем именно на установку Потому что человек, забрав у нас Может привезти куда угодно Если позволяет внести в помещение, да И, соответственно, сделать Вот я говорю, вот самый уникальный случай Это когда вот я вот в этом вот доме Ну, наверное, порядка Ну, наверное, порядка двух тысяч метров был Сам дом на очень большом участке Дворец Да, мы смотрели, куда это можно сделать Ну, то есть, нет Просто я думала, знаете Вот у нас там в Тундре есть местечко Где установили наш кинотеатр Не знаю На Северном полюсе В пустыне Нет, таких городов очень много География очень обширна Очень обширна Люди устанавливают кинотеатры В городах с населением Там 15-20 тысяч человек И могу вам сказать, что вот Тенденция такова, что в Москве Сами вот такого рода развлечения Пользуются меньшей популярностью Потому что московский человек И люди, которые приехали в Москву Они стоят перед выбором Гораздо большего количества развлечений Пресыщенности Да, и возможности потратить деньги Города, которые не имеют развлечений Они ничего этого не видели И для них любое новшество Это новшество, которое Пока оно им не надоест Соответственно, вот они будут на него ходить Пускай на одни и те же фильмы На одни и те же эффекты Не важно Они будут ходить Потому что другого нет В этой передаче мы Иногда обсуждаем доходы наших героев Но я не буду вас спрашивать о том Сколько вы зарабатываете Просто ваш Потому что вы все равно не скажете Логично Но ваш доход сегодня вас устраивает Он с начала того, как вы в этот бизнес вошли Возрос? Нет, конечно С начала того, как я вошел в этот бизнес Он безусловно возрос Потому что сначала мы ничего не получали Сначала все было Работа на перспективу Доход Если доход кого-то устраивает Это человек не предприниматель Скажу вот так Меня доход не устраивает Сколько бы я ни получал И всегда Условно Получая 3000 долларов Я всегда говорил Буду получать 6000 Мне этого будет хватать Когда я достигал цели получения 6000 долларов Я говорю Слушай, ну я же достиг Ни на что не хватает Нам надо теперь до 10 тысяч долларов И вот такие вот цели для себя ставишь И может это продолжаться в рамках одного проекта Либо в рамках других проектов Не важно Важно то, что идея должна всегда реализовываться На что вы тратите деньги? Что вы себе такого вот Для себя любимого позволили за эти два года? Ну не знаю, в последний год Знаете, я достаточно недавно в Москве Ну относительно, да Я в Москве с 2004 года Ну в принципе что я Машину купил, квартиру купил Необходимость, все у меня есть Из-за того, что да Мне нужно Это первый момент Но в основном сейчас Деньги идут на развитие других направлений бизнеса А путешествия? Путешествия люблю А какие-нибудь милые радости? Я не знаю, там Хорошие часы в конце концов Вы знаете, я люблю мелочи Но крайне редко себе их покупаю Потому что, ну как-то вот Как-то не удается Как-то не удается Я лучше с радостью, с большой, да Уеду в Тверскую область на рыбалку Посижу три дня Так, чтобы меня никто не трогал Чтобы вот телефон у меня Почему-то был забыт в машине По какой-то причине, да А я сижу один Пускай дождик льет Там рядом собака У меня есть собака, да Вот мы сидим, такие все несчастные Ну так, так клево Желаю вам почаще оказываться в этой ситуации У нас в гостях был Андрей Кузнецов Гендиректор КБ Технологии Кино Хорошего дня Спасибо